МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вывоз снега продолжается по всему Таллину. По-прежнему самая большая помеха для работы снегоуборочной техники это припаркованные на улицах и во внутренних дворах автомобили. И вот для того, чтобы ускорить уборку в наиболее проблемных местах, устанавливаются дорожные знаки, запрещающие остановку и парковку на время начала работ по вывозу снега. Водители просят быть внимательными и следить за временным порядком организации движения. О том, как помочь городу и товарищатам в этой важной работе, напоминает в своем сюжете Илья Бань. Синоптики не ошиблись. Сегодня ночью и днем в Таллине наблюдался обильный снегопад. На улицы столицы вышло около 170 единиц снегоуборочной техники, в том числе трактора, снегопогрузчики, а также 50 бригад, вручную очищающих главным образом пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. С улиц города еще вчера начали вывозить снег. В большинстве районов масштабные работы развернулись сегодня. К 12 тысячам кубометров снега, вывезенных до этого за ночь и день, добавилось еще 9 тысяч. Итого с улиц Сталина вывезено около 21 тысячи кубометров снега. Вчера акцент был сделан на вывоз снега, находящегося на велосипедных дорожках, а именно с Пярнурского шоссе, улицы Эндла и других мест. Сегодня снег вывозился преимущественно с тротуаров, к примеру, с улицы Вана Каламая. Упомянутые работы по вывозу снега должны обеспечить безопасность движения пешеходов и автомобилей, а также комфортные условия для парковки. К утру значительные объемы снега были вывезены также с Ныммете, Мустамете, Бульвара Карли, улицы Майака, Петербургского шоссе, Коза и Мяникуте, улицы Техника и Палдийского шоссе. Непогода ни для кого не делает исключений. Несколько десятков сантиметров снега скопилось на балконах и крышах многоквартирных домов. Самые ответственные жильцы задаются вопросом, нужно ли очищать свои балконы от снега. Сами квартирные товарищества решают, каких правил они придерживаются в этом вопросе. Сам по себе снег на балконах не несет в себе опасности, не требует обязательной уборки. Если же собственник квартиры хочет снег со своего балкона убрать, нужно понимать, куда он его скидывает. Этого делать нельзя на уже убранные тротуары и на проезжую часть. Если речь идет об уборке снега с крыши дома, то собственник и в этом вопросе должен обеспечить безопасное и правильное сбрасывание снега на землю. По прогнозам, нас ждет как минимум еще одна снежная ночь и день. В таких условиях тротуары следует очищать несколько раз в день. Уборку снега и противогололедную обработку на прилегающих к частной территории тротуарах должен обеспечивать собственник этого участка или здания. Для борьбы с гололедом на тротуарах можно использовать гранитную крошку. Подробную информацию о зимнем обслуживании улиц можно найти на странице Таллина. Илья Бань, Петер Юлевайн, новости Таллина. По примеру наших соседей, Эстония готова закрыть границу с Россией, чтобы защитить себя от наплыва мигрантов, как это уже случилось на российско-финской границе. Об этом на совещании министров иностранных дел северных и балтийских стран в Брюсселе заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахна. Так что на пресс-конференции правительства, где побывал Михаил Владиславлев, эта тема главенствовала, как и вопрос о том, что будет с жителями страны, которые в момент перекрытия границы окажутся в России. Не забыли на пресс-конференции о внутренних делах, например, о шокирующих данных. В стране рождаемость упала на 24%. Возможно, многие из наших телезрителей еще помнят знаменитый лозунг «Балтийское море – море мира». Теперь можно уверенно сказать, что в ближайшие годы море мира Балтийское море не станет. Хотя, казалось бы, к этому есть все основания. Пассажирские и торговые корабли, многочисленные линии, которые соединяли два берега Балтийского моря, самые разные инфраструктурные проекты. Теперь же оказалось, что все это, что должно было бы способствовать дружбе, нуждается вовсе в защите. Для подобной защиты существует, например, экспедиционный корпус, включающий страны Балтии, Скандинавии и Великобританию. Теперь часть своих ресурсов страны-участники направят в Балтийское Северное море, а также Датские проливы, до их защиты в рамках предупреждающих мер. Такой комплекс мер быстрого реагирования применяется впервые. Помощь окажет и Европейский Союз, ведь расследование инцидента с Болт и Коннектор все еще идет. Мы попросили Европейский Союз запустить специальный рабочий пакет мер. Он включает различные средства, прежде всего мониторинг, но и другие оборонные мероприятия. Но, если честно, полностью подводную инфраструктуру от различных атак мы защитить не можем. Пограничники регионов длительно следят за развитием ситуации в Северной Финляндии. В Северной Финляндии пришли холода. Так что, во избежание провокации и ложных объединений, все события на границе фиксируются. Тем временем, гибридные атаки идут полным ходом. Возможно, что это, так сказать, наказание прежде нейтральным финнам за вступление в НАТО. А в эстонском ведомстве считают, что пока столь радикальные меры, как те, что предприняты финскими коллегами, у нас не потребуется. Тем более, что пострадают жители нашей страны. Эстония готова быстро закрыть свои границы, если в этом возникнет необходимость. У нас есть и другие меры, чтобы защитить свои границы. Мы исходили из принципа, что мы, лиц, использовавшихся в ходе гибридных атак, просто не пустим на свою территорию. Мы вернули их обратно. Это разница с нашим и финским подходами. Финны впустили таких людей, а теперь полностью закрыли границы. Мы тесно сотрудничаем с Латвией, Литвой, Польшей. И последние две страны испытали на себя подобные гибридные атаки. Конечно, мы сознаем, что для реализации планов используют невинных людей, а не просто оружие, в руках организаторов гибридной войны. Ведь организована пропаганда, будто бы через Финляндию легко попасть в Европу. Финны оказались в непростой ситуации, и мы готовы прийти к ним на помощь. Министр Цахна со стороны правительства передал настойчивую просьбу не ездить в Россию. Ведь если нашей стране придется закрыть границы, то вернуться в Эстонию не удастся. Михаил Висталев, Петер Иллевайн, новости Таллина. То, что демографическая ситуация является драматической, не является сюрпризом для экспертов. Но в последние годы в стране пришлось испытать несколько кризисов. Ковидный, затем энергетический. Война в Европе, Украине, беженцы из этой страны, инциденты в Финском заливе, миграционные атаки не способствуют семейной уверенности. Созданные составили рапорты несколько комиссий. Ни у нас, ни в Европе не найдено какого-то единого волшебного средства. Но надо осознавать, что у больших стран Европы есть гораздо больше лимит времени. Эстония же срочно надо спасать свою культуру и от нас. В следующем сюжете, как ни странно, это на фоне снежных заносов, речь пойдет про легкий транспорт, которым в основном пользуются в теплый сезон. И чтобы весной и летом, когда погода вновь позволит использовать в полной мере самокаты и велосипеды, в городе была готова вся необходимая инфраструктура, думать об этом необходимо уже сейчас. Пилотный проект парковочных зон для электросамокатов, который был реализован в этом году в центре города, оказался успешным. Теперь принято важное решение. В следующем году планируется расширить зону организованной парковки, что, помимо всего прочего, примирит самокатчиков и пешеходов. Подробности в материале Вадима Маушкина. Безусловно, сейчас основное внимание как коммунального, так и транспортного департаментов сосредоточено на тех проблемах, которые преподнесла нам наступившая зима. Тем не менее, город думает и о будущем. Проанализировав прошлый сезон, когда был запущен пилотный проект по организации парковки электросамокатов, городские специалисты пришли к выводу, что этот проект необходимо не только продолжать, но и расширять. В ходе тестового периода в центре Таллина было создано 126 специально обозначенных мест для парковки электросамокатов, которые были запланированы в сотрудничестве Таллиннского департамента транспорта и предприятий Тул и Болт. В ходе тестового проекта мы обращали внимание, насколько удобно пользователям самокатов парковаться в этих обозначенных зонах парковки. Достаточно ли для любителей электросамокатов таких зон в центре города, а также понятна ли пользователям маркировка таких парковок для самокатов. Целью проекта было приведение в порядок городского пространства и организация парковки электросамокатов с учетом безопасности пешеходов. И сейчас, как у города, так и предприятий-партнеров есть время, чтобы спланировать, где в новом сезоне появятся дополнительные парковки для самокатов. С одной стороны, мы увидели, что ограниченные парковочные зоны значительно улучшили внешний вид улиц. С другой стороны, и клиенты хорошо приняли эти изменения. Мы продолжим применять организованную парковку в центре города и будем сотрудничать с Сталином, чтобы вместе планировать создание в новом сезоне парковочных зон для самокатов также в других районах. Где появятся новые парковочные зоны для самокатов, точно пока еще неизвестно. Как отметили в столичном транспортном департаменте, это пока еще находится на стадии планирования. Предполагается, что новые парковки для легкого электротранспорта появятся в районе Каламая, а также в Кадриорге. Окончательные решения будут приняты после проведения дополнительного анализа перед началом нового сезона. Но ясно, что зона организованной парковки будет расширена. Вадим Алышкин, Сергей Овченков, Роман Васильев. Новости Таллина. Этот адрес в интернете, который появился у вас на экране, представлен не случайно. Он должен стать своеобразным напоминанием о том, что до окончания голосования за проекты народного бюджета Таллина осталось 4 дня. И вы сможете прямо сейчас отдать свой голос за полюбившийся проект. Откройте список и вы наверняка найдете что-то для вас очень важное. И вообще радует то, что город все активнее привлекает своих жителей к решению проблем, в том числе и по благоустройству. За примером, Сергей Овченков отправился на обновленную улицу Вана-Каламая, которую теперь хотят наполнить активной жизнью для взрослых и для детворы. Преобразившаяся после капитального ремонта улица Вана-Каламая по праву стала одной из полюбившихся достопримечательностей для прогулок не только среди жителей, но также и среди гостей столицы. После того, как улица была открыта для передвижения, среди восторженных возгласов звучали даже мнения, что следующей весной и летом, когда погода будет гораздо теплее, чем сейчас, и если вдоль этой улицы откроются уличные кафе или будут местами играть уличные музыканты или просто читать стихи, то эта часть Таллина не будет уступать по убранству атмосфере знаменитому кварталу в Страсбурге, который называется «Маленькая Франция». Поэтому вполне обосновано, что управа района Пахиатален планирует обновить детскую площадку, находящуюся на улице Вана-Каламая. И для этого районная управа предлагает местным жителям поделиться своими идеями и мыслями. Мы хотим, прежде всего, собрать идеи людей, которые здесь живут, относительно того, как в их представлении выглядит детская площадка. И, получив от них предложение, мы могли бы тогда уже составить соответствующий эскиз. И когда он будет готов, мы покажем его снова жителям улицы, чтобы сделать его корректировку, после чего можно будет заняться проектировкой. Детям нравится играть на улице и детские площадки это любимые их места. Там ребенок может свободно бегать, качаться на качелях, кататься с горки, а также играть и общаться вместе со своими сверстниками. Детская площадка это также место, где ребенок учится, смелет и становится сильнее, а также развивает новые навыки. И у некоторых жильцов улицы, между прочим, уже появились предложения по улучшению детской площадки. Зимой вот все нормально, но когда грязь, здесь покрытие песок и здесь лякать, невозможно что-то делать с ребенком. Кстати, это не единственная возможность сделать городскую среду в Таллине еще лучше. До воскресенья включительно продолжается голосование за идеи в рамках народного бюджета. Зарегистрированные жители Таллина могут выбрать наиболее две понравившиеся им идеи в том районе, где они живут и проголосовать за них. Ознакомиться с отобранными для голосования идеями и отдать свои предпочтения можно на странице talin.e касая черта Каоса Фэлярве или в районных управах Таллина. Кстати, некоторые управы предлагают проголосовать также и в торговых центрах, так что все, что вам нужно, это выбрать наиболее понравившиеся предложения и проголосовать за них, сделав городскую среду таким образом еще лучше. Сергей Овченков, Петер Юльвайн, новости Таллина. В самое темное время года город Таллин приглашает всех посетить пять световых шоу на тему городской природы и пространства, в которых переплетутся свет, музыка, сводовилы шоу будут проходить с 1 по 3 декабря в пяти разных местах Старого города. И подробнее об этом празднике света мы поговорим с нашим гостем Максимом Галаниным, специалистом по коммуникациям Бюро Зеленой столицы Европы. Добрый вечер. Добрейший. Максим, все-таки в темное время суток и вообще такие месяца, как ноябрь, декабрь, они очень темные, нам всем не хватает света. Света абсолютно не хватает, да. И это световое шоу, которое продлится три дня, пожалуй, наверное, станет в буквальном смысле самым ярким событием года Зеленой столицы Европы. Посетить его можно будет совершенно бесплатно, поэтому можно будет выбрать любой удобный для себя вечер и отправиться в комендантский сад с друзьями и семьей. Если кто-то большой фанат световых представлений, успеет ли он на все пять? Да. Можно будет, начиная в 16.30 или в 19.00, когда будет повторяться программа, прийти в комендантский сад, а затем пройти по маршруту, по старому городу, от места до места, от комендантского сада до горки Харью, потом в парк Хирове, потом в Домский парк и закончится шоу на Башенной площади в 16.30 и в 19.00. И затем можно будет пройти по старому городу и посмотреть все пять шоу каждый день, одно за другим. Расскажите немножко поподробнее, потому что наверняка в них заложен какой-то особый смысл. Эти представления будут наполнены таким символизмом и метафорами о том, как человек взаимодействует с природой, о том, что человек обязан беречь природу, беречь растения, животных и, в общем-то, ну, саму жизнь в лице природы. Именно для того, чтобы сохранить эту природу для себя и чтобы человечество само могло продолжить жизнь. Вот такую вот историю призвано вот это шоу рассказать людям и как бы призвать задуматься. То есть, с одной стороны, это замечательное времяпрепровождение, а с другой стороны, все-таки повод подумать. Повод подумать. Поводов действительно много. Ведь мы не раз и в течение этого года поднимали тему, что природа страдает от деятельности человека. В год зеленой столицы Европы мы говорили о том, что вот наше близкое к нам родное Балтийское море опять же страдает. Да, темы серьезные. Вот одно из, например, шоу «Земля» посвящено именно этому, о том, что человек обязан заботиться о природе, чтобы самому выжить. Ну что ж, давайте тогда еще раз пригласим всех на эти невероятные пять шоу. Они называются «Вообрази», «Тропа», «Лес», «Цветение» и «Земля». Во сколько старт? Чтобы вот прям точно все были на месте. В комендантском саду в 16.30 и в 19.00 повторно, каждый день с 1 по 3 декабря можно будет прогуляться и посмотреть все эти шоу подряд. И если нас послушал кто-то и не запомнил, то можно будет подробности программы найти на домашней странице года «Зеленой столицы Европы» по адресу greentallin.eu Максим, спасибо вам большое. Будем с нетерпением ждать самого первого шоу. Всем известен призыв «Света, больше света». И очень здорово, что именно в год «Зеленой столицы» Европы решили сделать что-то уникальное, в чем смогут поучаствовать все горожане. Так что прислушаемся к совету нашего гостя Максима Галанина и под свет волшебных огней подумаем о вечных и прекрасных вещах. И к другим темам. В одном из главных музеев Таллина, да и всей Эстонии, Кикин-де-Кёк сегодня был подписан договор о строительстве новой постоянной экспозиции. Правда, знаменитая башня будет закрыта на полгода и вновь ее можно будет посетить и ознакомиться с новыми экспонатами уже в июне следующего года. Экспозиция расположится на всех шести этажах и расскажет об истории городских укреплений вооружений, а также о значительной роли, которая отводилась этой артиллерийской или когда тогда говорили пушечной башней в обороне Таллина во время Ливонской войны. 38-метровая башня Кикин-де-Кёк памятник архитектуры 15 века. Артиллерийская башня славно послужила Таллину. Одно из самых серьезных нападений на город случилось во время Ливонской войны. Тогда войска Ивана Грозного во время осады Ревеля нанесли серьезный ущерб строению. В середине прошлого века башня превратилась в музей, который с огромным интересом посещали как таллинцы, так и гости столицы. Ну а впереди новые интересные выставки. Сегодня был подписан договор о строительстве новой экспозиции между директором Таллиннского городского музея Хели Нургер и фирмой Лоу Ваген Турпульт. Главная цель новой экспозиции создать оптимальные климатические условия для наших экспонатов. Это одно из сложнейших выставочных помещений, где зимой очень сухо, а летом очень влажно. И поэтому содержать в порядке музей крайне сложно. У нас и в старой экспозиции была, и мы пообещали показать в новой, наверное, самую раритетную картину 16-го столетия у нас эпитафию, которая, безусловно, нуждается в специальных условиях хранения. Мы заказываем специальные витрины из Германии, где они будут действительно и от пыли, и от влажности защищены. И ясно, что в современном музее что-то надо предлагать детям, взрослым и всем, несмотря на их интересы исторические. И мы предлагаем им тоже интерактивные какие-то игры, естественно, анимации, видеосъемки, как заряжать оружие и так далее, а то это все будет в процессе. Новая экспозиция познакомит с братством Черноголовых и его вкладом в оборону Таллина, историей городских укреплений и вооружений города. Текущая экспозиция «Кикенде Кёк» была завершена в 2010 году и, конечно, нуждается в обновлении. По словам столичного вице-мира Каррела Оя, строительство новой постоянной экспозиции является важной инвестицией в развитие города. «Кикенде Кёк» самый популярный из всех таллиннских музеев и наиболее посещаемый. Но в дальнейшем у нас запланирована и реставрационная работа в других музеях. Например, музей городской жизни на улице Вена. Предстоит обсуждение, каким такой музей должен быть. Проведено уже много реставрационных работ в городских музеях и дальнейшие планы в области строительства новых экспозиций весьма амбициозны. Но пока на очереди артиллерийская башня «Кикенде Кёк», а кроме захватывающей экспозиции посетителей ждет и умопомрачительный вид, открывающийся на Таллинн. Лентуровская, Кюлли Мариста, Виталий Савинский, Новости Таллина. Завтра в первый день календарной зимы снова начнется рождественский период на столичной Ратушной площади, ведь тут откроется таллиннский рождественский рынок, который несколько лет назад был признан самым красивым в Европе. Снова будут открыты киоски, расположенные вокруг ели, где можно будет купить рождественские украшения и отведать лакомства. Но это волшебное убранство, на которое стоит обязательно посмотреть, будет готово завтра. А сегодня там вовсю идут подготовительные работы, за которыми наблюдал Сергей Овченков. Прогуливаясь сегодня, 30 ноября, по Ратушной площади, можно подумать, что здесь проходят какие-то масштабные ремонтные или даже строительные работы. А между тем, все гораздо проще. Здесь идет подготовка к открытию рождественского рынка. Это событие состоится завтра, 1 декабря. Можно с уверенностью сказать, что таллиннский рождественский рынок – это своеобразный сказочный мир. Ведь посудите сами, посреди исторической городской площади возвышается рождественская ель, вокруг нее завтра засияют огнями домики, в которых будут продавать рождественские лакомства, изделия ручной работы. Традиционно, рождественский рынок предлагает широкий выбор подарков, лакомства, между прочим, большая часть из них произведена в Эстонии. На рождественском рынке мы предлагаем традиционные эстонские товары, которые больше всего нравятся из года в год нашим посетителям. Но при этом продавцы уже заранее задумываются о том, чтобы удивить покупателей и предложить им в нынешнем году что-то оригинальное и новое. Предложены будут различные вкусности от известных рождественских блюд, таких как кислая капуста и кровяная колбаса, до рыбы и утки. Многие продавцы предлагают горячие напитки, будут представлены сувенирный товар, одежда, керамическая посуда, пользующиеся у туристов особенной популярностью. Интересуются все туристы, местные жители приходят, покупают из года в год. Все интересует. У нас сметанники есть, для молока держатели, масленки, не знаю, весь ассортимент. Все, что у нас есть, всем нравится. Хочется упомянуть об одном новшестве, которое будет введено на рынке в нынешнем году и касается оно использования посуды. Мы все прекрасно знаем, что в Таллине запрещено использовать на массовых мероприятиях одноразовую посуду. И рынок на ратуше тут не исключение. Начиная с 1 июля нынешнего года на всех открытых мероприятиях можно использовать только многоразовую посуду. Это будет впервые для нас, когда мы внедряем эту систему на рождественском рынке, чтобы посмотреть, как это будет происходить в зимних условиях. Мы будем использовать залоговые многоразовые тарелки и стаканчики, которые можно будет сдать в пункте приема возле елки и получить обратно за них свои деньги. Ну и не будем забывать о концертной программе, которая будет проходить вплоть до 7 января следующего года, то есть в течение всего времени работы самого рынка. О программе выступления можно узнать на сайте, адрес которого вы сейчас видите на экране. И стоит также упомянуть, что в семи двориках старого города зажгутся световые инсталляции на тему разных сказок, а также можно будет посмотреть на рождественские ясли в витринах старого города. Сергей Овченков, Роман Васильев, новости Таллина. Ну а завтра уже наступит официальная зима, хотя снег и метель напомнили о ней и раньше. Чего ждать в ближайшие дни, тем более, что все ближе первый зимний уикенд узнаем у синоптиков. Предстоящей ночью облачно пойдет снег и метель. Ветер северо-восточный 5-9 порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 3 до 5 градусов ниже 0. Завтра днем сохранится облачная погода, временами снег и поземка. Ветер северо-восточный 4-9 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 1 до 2 градусов ниже 0. В ночь с пятницы на субботу ожидается облачная погода. Временами снег, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер северных направлений от 1 до 7 порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха от 4 до 6 градусов мороза. В субботу днем также облачно, возможно небольшой снег. Ветер переменных направлений от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 3 до 5 градусов ниже 0. В ночь на воскресенье ожидается облачная погода, возможно небольшой снег. Ветер восточных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 8 градусов мороза. В воскресенье облачно, возможно небольшой снег. Ветер переменных направлений от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 6 до 9 градусов ниже нуля. Наша последняя осенняя передача этого года подошла к концу. Нужно успеть доделать все осенние дела, например, проголосовать за любимый проект народного бюджета по адресу, который вы видите на экране. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и увидимся уже предстоящей зимой, то есть завтра в программе «Новости Таллина». Всего вам доброго.